Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы слышали с вами небольшой отрывок Евангелия, в котором говорится о том, что только женщины остались верны своему Учителю и идут ни на что не надеясь к могиле того, кого совсем недавно опустили во гроб. Непонятно, кто отвалит им этот камень от гроба, непонятно, что их там ждет, но это маленькая верность, верность своего Учителя. И та любовь, которую они испытывают к Нему, она готова преодолеть и все эти трудности. Вот когда каждый из нас читает послание Коринфянам апостола Павла, где тот говорит о любви, там много что сказано. Там сказано о том, что любовь не завидует, не ищет своего, но в конце концов там сказаны очень важные слова для каждого из нас, что любовь никогда не перестает. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие катаклизмы, любовь остается в сердце человека, если ты по-настоящему кого-то любишь. И тебе бывает грустно от того, что ты этого человека теряешь, потому что ты его по-настоящему любишь. И вот однажды я соприкоснулся с одной очень интересной историей. А знаете, люди, которые живут на земле, они часто дают знания нам, каждому нам о том, какой на самом деле наш Бог. Как Он к каждому из нас относится, потому что эти люди смогли относиться к друг другу так. Если вот несовершенные люди могут быть рядом с друг другом и по-настоящему стараться любить друг друга, то каков Он Бог, в Котором нет никакого изъяна, и в Котором эта любовь само совершенство. Я когда-то был тоже подростком и смотрел фильмы, пришедшие к нам с Запада. Это были первые фильмы американские, и там были супергерои, в которых влюблялся каждый мальчишка, потому что эти супергерои спасали мир. И один из таких героев звали его Кристофер Рив. Он сыграл в свое время Супермена, первого, второго, третьего, и в моем юности, в моем детстве эти фильмы смотрел каждый мальчишка, и все хотели быть на него похожими. Но никто не знал, какая у него судьба, чем он занимается, как он жил и как он умер. Увы, он уже не с нами, не в этом мире, а рядом с Богом. И совсем недавно я прочитал одну статью, которую меня впечатлили словами его жены. Сам Кристофер Рив был спортсменом, и однажды он упал с лошади и повредил позвоночник, да так повредил, что, в общем-то, его парализовало, что он и говорить-то не мог. Говорил при помощи специального аппарата, который вшили в него. Рядом с ним была молодая супруга. Вот. И уже обездвиженный он сказал ей удивительные простые слова. Он сказал ей, «А может, тебе стоит меня отпустить?» Ну, что она будет делать с ним, вот с таким обездвиженным человеком? Она тоже был известный человек, Дана Рив. И вот что она, его жена, ответила ему в тот момент, когда он лежал беспомощный, и надежды на то, что он остановится, не было никаких. Дана ответила ему, «Я скажу, это один раз, и не буду больше повторять. Я поддержу тебя в любом случае, потому что это твоя жизнь и твое решение. Но я хочу, чтобы ты знал, что я буду с тобой всегда, несмотря ни на что, ты все еще ты, и я люблю тебя». Иоанна осталась с ним на многие годы, и благодаря ей он участвовал в благотворительности, многие фонды были организованы для помощи обездвиженным людям, и многим людям эти фонды помогли. И он умер. Через 10 лет их совместной жизни, а через полтора года умерла Иоанна. И вот знаете, это хороший пример для каждого из нас, что на самом деле может сделать любовь с человеком. Как может человек остаться верным, когда вроде как бы ты живешь в полном отчаянии, и когда нет никакого света впереди. Вот эта малая верность помогла ей остаться с ним. и вот этим самым женщинам, вот эта самая любовь. А посмотрите, что было с учениками, которые вроде испугались, и все для них закончено, и полное отчаяние в их жизни, но они все-таки собираются вместе ради своего учителя, ради того, кого потеряли, и тогда Господь туда и приходит. И сегодня память еще одного удивительного человека, это святителя Нектарии Игинского, который однажды сказал, что жизнь каждого из нас – это путь, пройти который и не сбиться. С дороги нам помогают особые ориентиры, добрые мысли, становящиеся для нас путеводными звездами в минуты горести, печали, отчаяния и разочарования. Передаваемая мудрость и опыт тех, кто смог овладеть бесценным богатством, умение все обращать ко благу, может помочь каждому из нас. Ведь одна, даже самая маленькая добрая мысль или доброе слово очень многое могут изменить в нашей жизни и жизни тех, кто рядом с нами. И вот эти простые мысли остаться рядом со своим учителем, несмотря на то, что нет, может быть, никакой надежды на то, что он будет рядом с тобой, спасла учеников, туда приходит Христос. Вот эти малые мысли каждого из нас могут и нас каждого в минуты отчаяния воздвигать на какие-то добрые дела и делать гораздо более добрым по отношению к себе самому и к другим людям. Вот эти самые простые примеры живущих с нами рядом людей, они каждому из нас могут сказать, а вот какой он на самом деле наш Бог, если слабые люди так смогли поступить в собственной жизни. И это очень важное для нас знание. Давайте смотреть друг на друга и радоваться тому, что мы у каждого, мы есть друг у друга. Аминь. Спасибо. Спасибо.